всем привет сегодня у нас 20 сентября 2019 года показываю новинку коллекции сорт украинской селекции скифское золото сорт иммунник парше хорошо себя показывает на территории украины сорт ранней зимнего срока созревания показал в этом году первые сигнальные плоды такие качества плодов довольно таки меня порадовало такие вот идут чистенькие яблочки без всякой поражи без всякого поражения грибковыми заболеваниями может быть небольшой незначительный румянец на яблочках сорт мы еще не пробовали не дегустировали надеюсь сорвать чтоб он полежал попробовать какие у него вкусовые такие вот яблоки сигнального плодоношения деревцу три года подвоем девятый яблоко видно товарная шикарная вот такие вот плоды у него сорвем положим на хранение посмотрим какой у него вкус какой вес будем дальше наблюдать за этим сортом вот какой имеет вид шикарные яблоки на солнышке могут быть с румянцем сегодня у нас 2 ноября 2019 года вот подлежали яблоки в хранилище обрели такой красивый насыщенный золотой цвет сейчас посмотрим какой у них вес из мелких плодов более крупные 210 грамм 184 сто восемьдесят пять сто восемьдесят восемь заявлены весу нигде там 170 200 грамм 70 с почти поменьше 150 мимо 142 45 ну вес средних средний размер яблок сейчас разрежем посмотрим у него вкус яблоко хрустит такая-то мякоть видно сочная так давайте посмотрим какой у него вкус в это яблоко мякоть не твердая больше к мягкой мелкозернистая сладкая с легкой кислотой чем-то напоминает сорт голоденделя 6 по вкусу но со своим со своим ароматом как бы хорошая яблоко на этот период украинская селекция мне понравилось понравился сорт тем более он устойчивый к болезням морозоустойчивый сорт то есть хороший бунтс наблюдая за ним дальше сейчас покажу еще два сорта на который он похож именно на ней по внешнему виду и вот еще хочу показать сравнение трех сортов яблок перед нами голоденделя 6 скифское золото и голд рашь очень они чем-то похожие особенно скифское золото и голденделя 6 вот они по вкусу похожи по форме голденделя 6 чуть крупнее и не такой блестящий как скифское золото голд рашь в принципе с ними не похож он поздний зимний сорт с такой кисло-сладкой вкусно насыщенной мякотью очень плотный голденделя 6 скифское золото у них мякоть не такая плотная у них мякоть более мягкая то есть кусаемая такая у скифского у голд раша очень твердо на данный момент такая прям не угрызешь и сейчас можно продегустировать попробовать сорт тоже устойчивый парше голд рашь отлично лежит без проблем без потери качества до мая месяца с мая месяца только начинается потребление этого сорта сейчас попробуем на вкус от данный момент очень твердая и очень сочная на данный момент кисло-сладкая кислоты сейчас много но есть и сахар туда ближе к весне кислота уходит появляется больше сахара появляется присущий этому сорту аромат яблоко достойная вкусная классная вот пожалуйста голд рашь поздний зимний сорт не путайте его золденделя 6 потому что есть путай золды 96 му из сорта муцу нет голд рашь вот пожалуйста можно видеть потом от скифское золото давайте попробуем на данный момент мякоть по сравнению с голд рашем мягкая сочная вкусная набрал полноценный вкус на данный момент больше сладкая кислоты практически я не слышу шкурка такая средняя в принципе ощутимая тоже пожалуйста сорт устойчивый к болезням паршек мочистая россия очень мразостойкий сорт то есть отличный и перед вами голденделя 6 это конечно сорт завоевал много покупателей на рынке его очень любят ценят но его очень сложно выращивать без обработок этот сорт вырастить очень трудно получается весь поршень некрасивый такие дряхлики висят то есть а то и вообще не висят они все падают вот у на данный момент тоже такое яблоко сейчас попробуем богатый вкус у него сочный сладкий такой ароматного как чем-то с душевыми нотками такими у этого сорта яблоки очень красивые то есть нашел выросли такое красивое яблоко нужно обработать его минимум шесть раз минимум от 6 до 80 раз все зависимости от поводних условий чтобы получить такое товарное яблоко этот сорт например обрабатывать можно два раза от червя и так одну обработку от грибковых так на всякий случай его утраж обрабатываются я его обрабатывать от сорт от червяка уже два раза и от мучнистой росы потому что под затрахует листья мучнистая роса парша и вообще не трогает сорт вот такой то есть вот надо момент кушать вот это яблоко потом волдыни лишь с она у меня лежит до нового года отлично а уже с мая месяца с середины апреля с мая месяца пожалуйста вам gold rush то есть вот такой вот небольшой тоже обзорчик кому понравилось видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал будем снимать много интересных видео всем спасибо за внимание всем пока